Мои любимые, доброе утро. Успела вам сказать доброе утро, потому что день начинается в 12 часов. Вот сейчас 12 дня. Слушайте, много что сделала и много что не сделала. Занимаюсь делами. Прибиралась на кухне в шкафах, кое-что мыла, кое-что чистила, кое-что перекладывала. Уже сходила в душ и опять надела ночнуху. Кровать не заправила даже. Ну, я взбила подушечки там, простынку поправила и оставила немножко подсушить. Так, хожу, занимаюсь делами кофе, еще не пила. Планирую варить суп. 12.00. Можно часы сверять. Надо бы надеть что-то приличное. Может быть, костюмчик с авокадиками. Сушу белье. Ну, как сказать, сушу все равно такую пилинку. Окна открыты. У нас сегодня не жарко, наверное, градусов 26. Так, помыла кувшин. Помыла, снимала плиту. Зубочистка я там все прочистила. Зубной щеткой. Залитые комфорки. Чайник почистила. Ну, так, знаете, как сказать, сковородки почистила. Дно с той стороны. Занимаюсь, в общем, делами. Так, я планировала варить суп. Планировала варить суп. Прибралась вот здесь. Сейчас покажу. Помните, у меня здесь было ведро, которое досталось от прошлой хозяйки. Я его выбросила. Пока выставила в порог. Пока выставила в порог, но выброшу. Так, вода заканчивается. Осталось полторы. Сейчас на суп вылью. В кувшин вылью. Все. Осталась одна. Так, нужно сделать напиток. Нужно сделать напиток. Лимоны и вода. Так. Так красиво. Желтая тряпочка, желтая губочка, желтые лимончики. Ах, ну какова красота! Какова красота! Так, все еще не перемыла. Вот что, что? Все еще не перемыла посуду. Все еще не перемыла. Вот не тем занималась. В шкафу немножко поперекладывала. Перекладывала в ванной. В шкафу немножко перекладывала. Знаете, вот то, все, то, все. Вот такая мелкая работа. Вот здесь немножко перекладывала в шкафу. Слушайте, я вся в делах. Вся в делах. Так, оставлю вас штатив. Так, поставила вас штатив. Фоном, конечно же, идут новости включены. Россия 24. Там, знаете, кому-то мой контент не устраивает. Знаете, вот, ну вот неинтересно смотреть. Мои хорошие, я вас не держу. Я вас не держу. Я не могу, знаете, как многие другие блогеры, что-то из себя выдавливать. И что-то, вот знаете, о, я-то дуднула, хватит. Смотрите, не хватит. Все, осталось последнее. Я не могу, как многие другие блогеры, давать какие-то громкие, знаете, громкие, так, стой, пожалуйста. Просто громкие какие-то заголовки, искусственно делать какие-то скандалы. Я не могу, я такой ерундой не занимаюсь. Я показываю свою жизнь, какая вот она вот не была. Показываю свою жизнь. Так, пошла я оденусь. И будем варить кофе, буду варить, буду делать напиток. Не переоденусь. Ждите. Так, быстренько оделась. Так вот, возвращаясь к теме, и я буду, знаете, как сказать, я, наверное, вас буду блокировать. Это вам не интересно. Не интересно стало, ты не бухаешь. Бухайте вы. Видимо, в тот момент, в тот момент, видимо, вы со мной сами пили, и вам было интересно смотреть. Потому что всегда выбирают, всегда выбирают по себе аудиторию. И блогера выбирают по себе. Знаете, устраивать вам какой-то трешак, чтобы вам было интересно, я не буду. Я не буду, мне не интересно. Я делаю только то, что интересно мне. Поэтому вот, вот такая жизнь, по вашему мнению, по вашему мнению скучная, по моему мнению счастливая. Вы можете уходить. Кому, кому, кому не интересно, уходите. Не держу абсолютно никого в своей жизни. Так, в общем, не о вас речь сейчас. Мне нужно освободить вот это вот место. Потому что я здесь буду вырезать лимоны. Надо же, почитаешь комментарии, так все такие идеальные. Все такие идеальные. А еще, знаете, замечала, что многие блогеры, у которых не так хорошо с просмотрами, и которые отчасти мне завидуют, начинают заходить в комментарии под разными никами и писать. Знаете, такого плана. Ой, так у тебя неинтересно. А вот я смотрю сейчас, там, такого-такого-такого-так блогера, к примеру, и там гораздо интереснее. Давайте подписывайтесь. Ну, так понятно. Вот мне, как блогеру, понятно, кто-то пишет. Это пишет сам блогер. Причем, я, знаете, нахожу этого блогера, и там такое вообще, там такая ерунда. Там 30 просмотров. Видео выпущено два дня назад, там 30 просмотров. Ну, блин. Если вы будете такой ерундой заниматься, я вас буду блокировать. Так, все, я по поводу этого высказалась. Сейчас я хочу, знаете, что? Что у вас просить? По поводу ковра, мои дорогие, посоветуйте. Я знаю, что меня смотрят женщины, там, в категории от 35 до 55 лет. У меня очень много таких, таких зрителей. Я вижу по аналитике, и спасибо вам большое, что вы отдаёте предпочтение мне. Посоветуйте, пожалуйста, по ковру. С учетом того, что это страна тёплая, безусловно, но в зимние месяцы, а их ровно два, ну, максимум три, так, вот таким образом я режу лимончик, их ровно, ну, там, знаете, вот декабрь будет попрохладнее, декабрь, короче, конец декабря до середины марта, вот так вот. Вот, смотрите, один лимончик, первый пошел. Стоит вообще или не стоит брать ковер? Ну, вчера, вот, из магазина приезжали, например, у ковра вечером, мы посмотрели. Мне, если брать, вообще, в идеале, в идеале, знаете, как смешно получается? Мы мерили ковер 160 на 230, это один размер. Он лег вот так вот, вот от дивана вот до сюда, вот до этой плитки. И закрыл только лишь вот это вот пространство. Вот это пространство получается голое, А если брать второй ковер, что, как бы, что под обеденную зону, это еще один ковер будет. Он ляжет оттуда до туда. И получается, вот это вот тоже будет все. Как? Как сделать? Как люди берут, как люди выбирают это? Такой большой метраж комнаты, Может быть, вот ковер три на четыре, Если три на четыре, он там под диван, Три на четыре, он получается вот до сюда, Тоже в последний стул не входит. Я не знаю, что делать с ковром. А многие вообще мне пишут, Инна, да вообще не бери ковер, зачем он тебе нужен там? Ты на эти два месяца в Россию уедешь, А потом, а потом типа того, что вообще, Ну, не нужен он ковер, где его хранить? Оксана тоже говорит, Инна, где хранить будем? Где хранить? Но если я покупаю два маленьких ковра, То я, получается, могу их скрутить И положить на шкаф. У меня вот туда можно подальше протолкнуть. Если вот там кто-то мне писал, Что вот сюда класть? Нет, сюда не получается, Потому что здесь у меня стоит сушилка для белья, И здесь, помните, я хотела же Этим, крючочки, крючочки сейчас есть, И вот это я наношу одежду, которую, Помните, та одежда, которая висела на стуле? Там висит одежда, она закрыта от общего взгляда, Даже если мы, допустим, в спальне закрываем двери, Со стороны кровати ее тоже не видно. То есть этот угол нет. Сюда никакие ковры не пойдут. Этот угол очень хорошо закрыт. Что делать с ковром? Большой ковер. Они уступают хорошо. Договорились по-другому с Дженей о цены. Допустим, если берешь два ковра, То они делают хорошую скидку. И можно посмотреть бамбуковый ковер. Это тоже как бы неплохо. Что делать? Что делать? Здоровыми будем, сильными, красивыми. Кувшин помыла, еще дно сырое. Кстати, вытирала дно у сковородок. Полотенце сырое. Надо бы просушить, на балкон повесить. Что делать с ковром? Что делать? Не могу понять. Сейчас лимончики напитаются. И опустятся вниз. И так будет вообще просто шикарно. Что делать с ковром? Не могу понять. Поставлю под порог. Вся на распутье. Просто вся на распутье. Так, сегодня буду варить сут. О, кастрюльки. Кастрюля тяжелая такая. Сегодня с Аришей разговаривала. Пока еще не это. А, подожди, я сейчас буду сначала варить кости, поэтому... Пускай на этой воде сварю. Не кости такие, типа... Как его? Суповой набор. На этой воде сварю. Пену сниму, а потом добавлю частенько водичкой. Елишка билета еще не купила, но приедет точно, 100%. Жду ее. Вообще непонятно, что происходит в жизни. Этот коронавирус, этот вообще... Так, мне надо чистить овощи. Так, 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 сейчас будем... Кофе нужно поставить. Иначе, знаете, у меня такое ощущение всегда, когда кофе не попью. А, знаете, еще что сделала? Сейчас. У меня две крышки стеклянные. И, мои дорогие, возможно, вы так не делали. Берешь зубочистку и вот сюда вот ее прям загоняешь. И здесь столько грязи. Вот здесь вот я прочистила крышки. И еще прочистила зубную щетку. Знаете, как сказать? Когда чистишь зубки в этих... Сейчас покажу. Остается зубная паста. Зубная паста остается вот здесь. И я тоже все достала. Все зубочисточкой. Я говорю, делаю вот такую мелкую работу. Ее не видно. Но ее надо делать. Ее надо делать. Надо что-то... Овощи будем чистить не в месте. Так уж с вами. Достану так. Это гранаты. Это персики. Так, обязательно в суп пойдет большой помидор. Обязательно. Люблю томаты в супе. Обязательно в суп пойдет два перца. Обязательно. Так, баклажаны нет, кабачки нет. Лук. Два лучка в суп. Можно даже три. Можно даже три, потому что они маленькие. Но я специально выбирала такой лучок. Там будет большой. Так, баклажаны, кабачки нет. Картошка. Картошка. Три картошки. Три картошки. А, так вот, что у меня за суп положили? Баклажаны. А, так у меня больше овощей-то нет? А, морковь. 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 Три морковки. Вот это вот у меня на суп. Так, зелень потом положил. Так, это петрушка. Ой, я сейчас говорю, кофе не выпью. А, вот можно чесночок выдавить. Вот, чесночок можно. Буду варить суп такой легонький. Вот эти вот, вот эти вот чесночки выдавлю. И потом зелень уже по факту, по готовности. Так, что, сыр достала, да? Сейчас сварю кофе, выпью кофе, а потом и будет суп. И будет суп, и вот. Слушайте, как хорошо вообще я открыла окна. Как хорошо вообще. Так, кофе-то я не поставила. Блядь, воды нет. В кувшине вода с лимоном. Кстати, знаете, получается такой интересный вкус кофе, когда ты варишь его на воде с лимоном. Совершенно другой получается вкус кофе. Абсолютно. Блин, и в принципе неплохой. Ну, нужно, как сказать, нужно привыкать. А, по поводу плиты, я вам сказала, да, что я все прочистила зубочисткой, зубной щеткой. Там у меня старая зубная щетка. Вот так вот прям выметала. Кофе же, кофе постоянно убегает сюда. Так, купить воды. Купить воды. Фу, я уж напугалась, думаю, дочистила прям. Дочистила все это, нарушила. Посварим кофе. Ложечки еще почистила вот здесь вот у основания, чтобы они были блестящие, чтобы не было вот здесь вот чаина, как сказать, такого чайного налета и кофе. Как сказать, да, и все прочистила. Это все занимает столько времени. Это жесть просто. Просто жесть. Иришка мне привезет вина. Иришка мне привезет... Сейчас хочу кофе высыпать. Иришка мне привезет вина. Конфеты. Красный мак я ей заказала. Так, вот, 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 кстати. Чего, зачем пошла? А, ножницы же я сейчас в другом этом храню. Хорошо, что эти нашла. Закрыла эту штуку. Сейчас опять буду открывать, сломаю нахер. Ох. Надо же. Пускай она будет открытая лучше. Вот этот ящик, иначе я опять буду дерну вот так вот с мясом, и у меня эта штука оборвется. Пока все целое. Думаю, еще один крючок прикрепить вот сюда. А можно даже и два прикрепить. Вот так вот маленько. Да, наверное, надо два под второе полотенце. Так. Так, кофе варится, да? Кофе варится. Вчера печенье я съела вот эту вот упаковку. Такое вкусное вообще. Такое рассыпчатое. А там мне девушка писала в комментарии по поводу вот этого печенья. Улькер, я обязательно вам покажу и расскажу, какой вкус. Я-то просто знаю, но я пока не хочу его есть. А просто так открывать тоже не хочу. Пускай стоит, ждет своего часа. Дома все должно быть. Дома все должно быть. Вот так, знаете, за какими-то вот туда-сюда и проходит полдня. Но я, если честно, знаете, я просто охерела над собой. Во-первых, я уже сто процентов перешла на время на московское. Это уже все, это уже капитально. Но я начала поздно просыпаться. Вот я сегодня проснулась. Первый раз пошла только в туалет. Первый раз проснулась в девять. В девять часов. Я все это время вставала в семь, восемь. А тут в девять проснулась. Это уже дофига делов. Я уже становлюсь соней. Я охереваю просто от этого. Никогда, знаете, сказать, не есть хорошо. Кто рано встает, тому Бог дает. Ведь это так. Но опять же, поздно встает тот, кому Бог уже дал. Мне Боженька уже дал, и моя зарплата от этого не зависит. Ну, не знаю. Не знаю, понимаете? Не знаю. Даже как быть. Хочу сейчас вот мяско прочистить, промыть и убрать в эту. Куриная жопа, тут перо. Ужас. Ужас. Шейки. Это суповой набор, поделенный на две части. И с первой части я так супы не сварила, потому что я их сожрала так. Бульон такой был тепленький, такой вкусный. Я выпила бульон и сварила, и так счастлива была. Обязательно промываю мясо. Обязательно. Доделаю вот эту вот, закрою эту часть. Смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Воду опустила мясо. Сейчас, пока я буду пить кофе, это у меня сварится бульон, я его отключу. Скорее всего отключу, потому что буду чистить овощи. Мешок с кровью от мяса. Надо его убрать. Надо убрать. Так, это все. Нужно чистить овощи. Чистить овощи, резать. Мне кажется, у меня понижается кислотность. Потому что я стала жрать лимоны. Просто капецка. Сейчас крючки повешу. Овощи буду чистить. Почище овощи. Все порежу. И пойду носить мусор. А, кофе попью? На кой хрен я сейчас? Нет, я сейчас попью кофе, чтобы у меня день благополучно начался. Попью кофе. И пойду вынесу мусор. И начну варить суп. Вот так вот. Это коронный вирус. Мясо не резало. Просто лимоны. Поэтому можно не так уж сильно-то и муть. Ты на боку сейчас кофе попью. Кстати, я вчера пропустила урок по тулецкому языку. Да, урок пропустила. Так вот, по поводу ковра. Они вчера мне еще принесли дорожку в спальню. Три дорожки нужно покупать. Белые. Вот так вот. Первой. Кофе не беги, пожалуйста. Потому что заплатку нужно убрать. Вот дорожка. Вот отсюда. До тумбочки. Белая. На всю ширину. На всю ширину. Здесь. И вот там дорожка. Три дорожки. Одна дорожка стоит 250 лир. Дорожки, наверное, на 100% брать. И по поводу ковра посоветуйте, пожалуйста. Мы пойдем сегодня с Оксаной. Еще посмотрим. Еще кое-что посмотрим. Еще кое-какие ковры. Тот, которого Оксане привезли, она говорит, отдает желтизной на мой пол. Типа они это не особо понравился. Надо смотреть. Надо смотреть. Ну что, не знаю, голова кругом. Понимаете? Слушайте, квартира это и удовольствие. Квартира это и, знаете, ответственность. Это и обязательство. Сыр сожрала. Только спикер. За три тысячи. Потому что все. Я бы себе такой сыр никогда не хотел. А мне подарили. Кстати, такой нож обалденный. Вот этот вот. Очень. Понимаете, так вот хейтерам в шкурке от мяса отделывать. Да, Кота, не по хейтерам сейчас речь. Вот такие ножи у нас, ну наподобие, продаются в фикс-прайсе. В наборе два ножичка, там, 77 рублей. А здесь один хер знает сколько. О! Боже мой. Боже. Боже. Вы должны это видеть. Вы посмотрите, как собирается моя мечта. Боже, боже. И здесь уже кипит. Косточки, носок. Это шоколад. Нужно его. Собирается уже пенка. Кружка. Все. Ой! О, посмотрите, какая пенка. О, какая густая. Вот этот вот верх мастерства. Эх, Инна, Инна. Знала бы ты. До чего ты хороша. Такой из тебя кофемарк, кофеварк. Обалденный, насыщенный кофе. Слушайте, а ведь, а я скептически относилась к кофе. К турецкому. Очень даже. Так, ну, сейчас мы убавим. Косточки свалятся. А потом, знаете, заправить суп уже будет. Так, дело техники. Вот, видите, какие-то. Нерабочие дни в России. Школы и детские сады Москвы. Сыр, кофе. Выпьем сейчас кофе и буду варить суп. На обед для себя сварим суп. Сейчас я саду. Пока устанавливала штатив, сбегала за кофе. Поставлю его сюда. Телефон взяла. Время 12.30. О, она. К вам уже детки идут. Оксана писала, как это было с собой. 40 секунд. О, 40 секунд. Долго больно слушать. Потом послушаем. Ммм, горячо. А, витаминка! Витаминка! Лукункила еще. Ну так, чтобы вкусно попили кофе. Как сказать, сладкое поедим, вкусно поговорим. Да, сладкое поедим. Нет, подожди. Не так. Сладкое поедим. А, вот. Сладкое поедим, сладко поговорим. Лимонное по поводу... Сигаретку можете взять и выкурить? Молодой пацан, кто уходит под окном. Я помню, что вы давали наставление, что витамины не пьют на голодный желудок. Я маленько утром пожрала ужин. Масочку бы сделать. Кофе, остни, пожалуйста. Хочу сделать, блядь, добротный глоток. Ммм, лучше уже. Так вот. Кому не интересно, не смотрите. Я вас не заставляю. 12.33, 21 октября. Сегодня 21 октября уже. Завтра у меня зарплата на YouTube. 22-го мне деньги пришли. У меня здесь знакомая отдыхает, очень хорошая знакомая, Наташка Николаева. С двумя своими девочками. Ну, вроде бы, подожди, нет, наверное, с одной. Наверное, с маленькой, потому что Алиска-то в школе. Или сейчас каннигулы? Слушайте, наверное, с двумя все-таки. В Сиде можно до нее доехать. Она хотела в Аланию приехать, со мной повидаться. Говорит, что у нее новый телефон, потеряла мой номер, написала мне в Инстаграм. Я понимаю, что ни о чем. Я понимаю, что, возможно, вам не интересно смотреть. Мне интересно жить. Сейчас суп пойду варить, потом поем. Поем и можно на море сходить. Как вкусно мне. Как классно сигарета. Вопрос про яйца. Нет, мне не надоело их есть. Не надоело. Я люблю омлет. И вам кажется, что я его ем каждый день? Нет, не каждый день. Омлет я ем 2-3 раза в неделю. Вот и все, вот и все. Я не ем яйца каждый день. А вот там написали в комментариях, девочки, возьмите это за вооружение. Что женщины, у кого, кто ест яйца, у них не бывает рака груди. Вот так вот. Сделайте выводы. Сурокуенный. В холодильник нужно будет еще кое-что перебирать. Сейчас овощи поперекладываю. Немножко отдохну. Ну, потому что я уже с утра нахуя чудела. И возьмусь за дело. Угу. Угу. Блин, я же хотела. Вот что, сука. Сука. А вот. Вот так вот с этой стороны открывается. Это корица. А, нет. Это шока граммует. Давай, выскочить еще телефоны, шкафила. Вот такая вот обстановочка. Обстановка по кайфу. Турка стоит. Ну, что горячая была. Вот такая вот обстановочка. В общем, у меня все хорошо. Я сообщаю об этом официально. Я молодая, красивая, богатая и даже не на диете. Вот так вот. Посоветуйте, пожалуйста, про ковер. Посоветуйте, мои дорогие, я на вас уповаю. Вообще, стоит брать или не стоит. Или уж дождаться зимы. Допустим, может быть, у меня действительно потребности не будет. Я из России привезла с собой носки. И мне идет заказ. Ивановский трикотаж. Чикетекс. Мне отправили заказ в Турцию, сюда, в Аланию. Мне, Жен, трек-номер сказали. И поожидайте, мы вам отправили. Так что, а там тапочки тоже есть. Одни тапочки у меня есть. Может быть, и не покупать ковры. Смотрите, два ковра. Это 100 тысяч рублей. Один, смотрите, я посчитала вместе с пылесосом. Ковер 4 тысячи лир плюс 4 тысячи лир. От шелковых ковров как такового тепла нет. 4 тысячи лир. Ну что, что лира падает? Где их хранить и как за ними смотреть? Ухаживать же за ними нужно. Покупать нужно пылесос. Техника здесь дорогая. Это 100 тысяч рублей в никуда. На эти 100 тысяч рублей можно, знаете, что сделать? Постеклить балкон. Оксана засыпила. Бля, как вкусно. Пустое вкусно. Не знаю. Просто не знаю, как будет, что делать. Не знаю. Сёр охуительный. Я у вас редко прошу советов. В данном случае он мне нужен. Он мне нужен. Мне нужно понять, нужен ли ковер или нет. Или танками обойтись. Или балкон остеклить. О, мои дорогие, люблю вас злою. Доброго дня. Лукунчик. Иришка завтра пойдет в магазин. Покупать мне вино. Покупать мне сковородки. Кипалевский. У нас мегамаркер. Скидки до 90%. Привезет мне. А что я сказала, что пластмассовый? Какая-то я, блядь, ебанутая. Ну, давай. С вами передохнула. На что я еще говорила. А, кофе допила. Ну, вот самая торт, урочка. Витаминку выпила, кофе попила. С вами поболтала. 12.41. Все. Доброго дня. Посоветуйте про ковер. Посоветуйте. Музыка. Машина проехала. Вам отдаленно не слышно? Такая музыка была. Очень приятная. Турецкая.